понятен результат я тоже занимаюсь теплицами по одной простой причине мне нужны теплицы поверьте мне потому что я знаю что такое у нас лето а лето у нас не всегда теплое бывает и был бы оптимальный вариант 4 теплицы 3 на 8 метров я также с народом общаюсь народ вы что я же вам даю возможность про вас рассказать а народ куда-то исчез но тем не менее есть одно место где мы эти теплицы берем второй материал на холмах на улице холмогорского 3 потому что понятен результат не есть суть события что у нас будет лето в котором вы будете загорать такое не часто случается и иногда случается то что я даже этим летом любым летом на территории южного урала не купаюсь такие вещи тоже случаются но хочется хочется помидоры огурцы и все остальное а где это дело хочется и вам помогут только теплицы господь есть и на него надо молиться и понимать что он руководит всем но как по-другому я поставил теплицы и у нас в конце мая жара ну да ладно можно ведь еще и машины помыть это будет сделано по одной простой причине я очень люблю грибы и дожди то мне нужны кстати то что мы вам показываем в есть и в турции турция по сути очень мало отличается от сочи ну период купания на месяц дольше а так чтобы обслужить россии нужны теплицы и для тех кто хоть раз ездил в финике и для тех кто спускался в анталию расскажу турция бы не кормила европу если бы не теплицы так вот вам надо знать где у нас теплицы производятся в прошлом все эти мы рассказывали о том что это все-таки второй рынок строительных материалов за моей спиной сейчас болгарка режет металл из магнитогорска рядом тоже металл из магнитогорска профили и все остальное но не только магнитогорскими материал здесь есть это магнитогорск не делает то есть здесь по сути если вещи которые привозят вам из изовсюду то есть вам понять то надо здесь есть любой строительный материал ну естественно если вы хотите что-то с цементом то за моей спиной замечательный цементный завод то есть это то самое место которое работает для вас и вы оказывается здесь можете сделать все и поставить дом и накрыть его и сделать и забор в том числе но это да и то что здесь есть впечатляет и все что вы бы хотели из металла делается здесь и баки и смокеры все это делается здесь кроме всего прочего здесь изготавливаются теплицы кроме всего прочего здесь изготавливаются и летние беседки кроме всего прочего здесь изготавливаются и то место где вы будете мыться вы не хотите постоянно в бане находиться достаточно классическое пространство затянутое поликарбонатом и вот летний душ. Все это делается здесь, как парники, как и теплицы в том числе. То есть, когда кто-то говорит, что он круче, чем стройрынок на холмах, на Холмогорского 3, вы ничего и больше не делаете. Зайдите на YouTube, посмотрите, как я вам все это дело показываю и спросите, а вы так ли это делаете? Если нет, я честно говоря не думаю, что кто-то делает так же, как стройрынок на Холмах. Да потому, что здесь спецы работают, крутые специалисты. Некоторых самых крутых здесь отбирают из комбината. Но чтоб вы не подумали, что только комбинат житница кадров. И вот так вот люди сюда приезжают, также они здесь заказывают все, что нужно. Вы можете привезти вот на свои обыкновенные шестерки, поставить сверху багажник. И наверняка это будет, я так понимаю, что это будет скорее всего гараж. Потому что кое-что еще другое сюда собирается. То есть понятен результат, где вы все это можете привести к себе. То есть не надо вам рассказывать, не надо вам переть где-то. Просто сюда приезжайте, покупайте то, что нужно. И дальше уже строите сами. Так вот для тех, у кого есть умение. Хотя я честно не понимаю. Любое умение воспитывалось у нас на уроках труда. Может быть у кого-то мозги в другую сторону повернулись. Но вы же учились в наших школах. Хотя то, что делается сейчас, я не понимаю. И вот наконец-таки вышло солнце. Но не есть факт, что солнце будет круглый год. И все ваше лето. Но тем не менее, надо понять, что сюда зайдите и посмотрите. Здесь делается все. И для вашего сада, и для вашего дома. В том числе из металла, естественно. Поликарбонат, пожалуйста. Хотите не поликарбонат, пожалуйста, вам сделают, покроют все это дело деревом. Никаких проблем. Все остальное. Да, теплица здесь супер. Но не только теплицами они здесь занимаются. Пойдите и посмотрите. И поймите, что это место, этот стройрынок на холмах, дает вам возможность получать и радоваться. И металлу в том числе. А умение из металла собрать качественную штуку. Это круто. Для самых крутых объясню. Не каждый, конечно, трудился в институте. Но вы на меня посмотрите и поймете. Но за четыре года учебы я как-то понял, как сварить швы. Теперь другая композиция. Кто варит швы качественно. И этим занимается всего два года в фазанки. Но мы не пацаны, что ли. Болгарка и сварочник. А лучше с углекислым газом и заварим все, что можно. А как сюда доехать? А доехать сюда легко. Проспект Космонавтов, знаете? Ну, чтобы вы поняли, что такое проспект Космонавтов. Это две части левого берега. То есть одна рядышком с Казачьей переправой и уходит направо. И она стыкуется с выездом в сторону Челябинска. Так вот, есть одно замечательное место по Шоссе Космонавтов, где есть замечательный светофор. И вот на этом светофоре вы что видите? Слева, слева, со спины моего автомобиля тюрьма, а направо богатый остров. Сады здесь. Чуть-чуть сюда приезжаете и вот он есть рынок Халмогорского 3, где вы себе можете купить и не только теплицы.